Районная Спартакеада Доно 20-20. Сегодня в Спартакеаде принимают участие 8 поселений района. В дружной передании идут спортсмены команды «Факер» в Анице-Казанске. Многоклассный победитель областных, профессиональных и районных союзов. Итак, сегодня Спартакеада районная 20-20. Первая идёт команда «Факел». Занимать своё место. Все команды построены уже для того, чтобы встать на своё место, пройти. У нас есть и болельщики сегодня. Конечно, их немного численно, но они есть. Детская школа «Факер» – «Алимп». Вот именно в честь этой команды хотелось бы назвать наших «Малышей». Очень много побед на их счету. Поэтому… Сегодня присутствуют в зале представители власти, администрации. Это приятно, что уделяют внимание, находят время. Поприветствовать наших бойцов верхнедонских. И даже ребята, которые в теннис играют здесь сегодня. У нас только не только в футбол-минии. Детская группа «Малышей» в Малышей, «Малышей» в Малышей, «Малышей» в Малышей. Поприветствовать нашу группу «Малышей» в Малышей. Их нового спорта. Победитель зонального этапа спорта «Океан» и среди новых училищ образовательных организаций «Зануни Куркова». Спортсмены, училищи, 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 физики, резервы, соревновательных боев и другие молодежи. Итак, вот Шумилинское детское поселение. Очень сильная команда. Всегда доходит до финала. Но сегодня посмотрим, как выступят ребята. Всегда приезжают на все тренировки, почти здесь в зале, вечерами работают. Встречаем команду «Россов». Кутерпова Николаевна, постоянный встречающийся районных соревнований и турниров по мини-мойкову и футболу. На трубах главы районной газеты «УСА». И они неоднократно становились куризорами. Команды выстраиваются. Встречаем команду «Россовского сельского поселения». Шаманды, отучающиеся в соревнованиях армии футболу. Шашат, аутспорту. Бельские команды, постоянные отучающиеся в армии соревнованиях футболу. Пулевой стрельбе, настольному теннису, волейболу. И становились победители и тренировки в детских соревнованиях. Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, уважаемые друзья. Сейчас будет поднятие флага. По традиции поднимает его Максим Карташов. Сейчас будет видно, как поднимается. Наши флаги Ростовская область. Флаг России. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Добрый день, уважаемые коллеги. С 2014 года, по институту нашего губернатора Василия Юрьевича Буланова, проводится Старкопиада Дома. Вот в нашем районе, как и в области в целом, сегодня мы собрались, чтобы открыть седьмой муниципальный губернатор Спаркопиада Дома 2020. Я следствую на этом спортивном празднике. Очень правильная инициатива губернатора, еще один спортивный праздник, это, конечно, всем только на пользу, особенно вам, молодым, растущим организмом. Наш район все годы достойно участвовал в посаде регионов, добивался всегда определенных успехов, каждый год мы были участниками и областного финала по каким-то видам спорта. Сейчас выступает заместитель по спорту, по польскому Киргене Александровичу. Завершили соревнования в Кова-1-го, где победителем стала команда Казанского сельского поселения. Это человек, который много сделал для футбола района, долгое время сам играл в футбол, сейчас на тренерской работе. Можно сказать, что пока такие люди угля, у нас со спортом в районе будет все в порядке. Игра, это училище будет играть против команды Новониколаевской. Приветствие команд идет. Открытие Спартаке Ады, первая игра, судит Топольсков Евгений Александрович. Матч. Итак, игра началась, сейчас хочется понять, кто же больше владеет мячом. Ну, вагомяч не держится ни у одной из команд, это сказывается волнение стартовое. Так вот, сейчас училище за счет индивидуальной техники пыталось выйти, и вдвоем разорвали. Ай-яй-яй, не замкнули. Хорошее начало такое. Угловой зарабатывает команда Новониколаевки. Борьба на фланге. И можно сказать, что Новониколаевка сейчас уже начала бить издалека пока что. Дальний удар. Берёжь. 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 Будем смотреть дальше включение делать. Пока 0-0. Опасных моментов еще не было. Итак, мяч у новониколаевцев. Они пытаются отыгрываться. Повторюсь, что счет уже 2-0. Училище выигрывает. Вынос вратаря был. Атаки не было. Не сказать, что явное преимущество у училища. Но игра у них более интересная. Матч окончился между ПУ и Новониколаевкой. В упорной борьбе. Все-таки ПУ одержало 3-2 победу. Хотя оставался один гол. Отыграли с 3-0. Новониколаевцы боролись до конца. Молодцы. Но все-таки уступили команде училища. 3-2. Ну и сейчас на поле выходит уже команда со страницы Казанской. Будет встреча. С кем посмотрим. Жеребьевку точно я не знаю. И будем смотреть. Ну и сейчас на поле вышли наши тренера. Вот ребята уже не встречат Максим Сергеевич. Максим Сергеевич. Это их тренер. Тренер самых младших ребят. Он капитан команды. И вот сейчас они встретятся с командой Мигулинского сельского поселения. Поменялись воротами. Отдали мяч сопернику. И тут, конечно, прогнозы делать легко на этот матч. Потому что явным фаворитом, конечно, является команда молодежи станицы Казанской. И вот сейчас они с мячом. Дальний пас на Вороблева. Карташов с мячом пас на Виталия. Так, Алексей дает пас. И, эх, счет за малым не стал 1-0. И Воротар потянул 2-го номера. Пока забить не удалось. Атака была. А Рош из дальней дистанции забивает игрок. Вот забил. 11-й номер забил. Ребята поприветствовали друг друга. С центра поля Мигулинка. Снова перехват. Широко играет команда Казанской молодежи. 2-0. Вывели на удар. И снова 11-й номер оформился. Дублем. 2-0. Ну, я думаю, что трансляцию тут буду вести тоже так, включениями. Явное преимущество команды в белом. Просто смотрятся профессионально. Ну, это команда, которая выезжает на область, всегда занимает призовые места. Ну, а Мигулинское сельское поселение. Конечно, ребятам нужно пожелать больше тренироваться. И так, второй тайм начался. Ну, счет, как исследовало ожидать, разгромный уже. 5-0. Очень хороший прием был сейчас мяча. Розыгрыш. Пас. Все. Ну, здесь борьба лежа. И Воротай все-таки зафиксировал. Хороший пас. Эх, Воротай на выходе сыграл. Аут, белок. Сразу пас. И тут. Просто даже не успеваю за движение мяча камера. Настолько быстро играют игроки. Аут. Прием. И так они смогли забить. Такая атака. Много движения. Но забить не смогли. Все-таки борются, конечно. Мигуляне за каждый мяч. Ну, молодцы ребята, что стараются. Лишний пас был. Один уже пас был лишним. Виталию, конечно, нужно было уже пропробивать. Да, верного пытаются разыграть. А как известно... А как известно, лучшее враг хорошему. Да, вышли чисто на ворота втроем и не смогли забить. Дед, ты сейчас говоришь. Скажи мне. Это деду типа. Скажи мне. Я что, он не на линии. Вот мяча. Хорошая диагональ. И можно и самому бить. Пас. Да, тут уже до верного. Красиво, красиво, очень красиво владел мячом сейчас. Человек, который работает в больнице. Так технично обращается с мячом. Хирург. Сын у него тоже в поле суббом заиграет. В младшей группе вместе с Денисом. С сыном. Ну и смотрите, что делают. Просто... Вот, отличный гол. Девятку забивают. Второй тайм. Наши выигрывают здесь, в этой игре. Уже во втором тайме счет 3-0. Все надежно. Все через пас. Все очень. И на поле вышел Дмитрий Денецкий. Просто лично испытываю к его игре большие симпатии. И Денис, и другие ребята в секции с младшей следят за его игрой. Многие пытаются подражать его манере. Очень легко играет. Очень легко он на ногах. Иванов всегда с настроением. Никогда не падает духом. Вот это подкупает в его игре. Много получает от тренера. И, конечно, он и таких поставлений жесткий. Потому что часто заигрывается. Но зрителям такая игра не нравится. Игра не на результат, а на красоту футбола. Сейчас отдал пас он. И уже вторая результивная передача замыкается. И счет увеличивается. До разгромного. 4-0. Конечно, вряд ли что-то могут противопоставить им учащиеся ПУ. Ну, молодцы. Ребята тоже борются, пытаются. Игра завершилась со счетом 9-0. В пользу команды Верхнего Дона. Вот они. Наши ребята идут. Герои наши. Молодцы. Просто приятно болеть за молодежь. Итак, следующая игра. До этой игры была игра. Новая Николаевка играла с командой Шумиленьки. Команда Новая Николаевка Космос выиграла со счетом 5-0. Ну, а сейчас интересная игра. Она замечательная тем, что это играют, можно сказать, что тренера со своими воспитанниками, со старшими ребятами. Итак, играющая молодежь Казанской администрации встречается с командой детской уже спортивной школы Олимп. Это одна из ключевых игр турнира. Потому что, конечно, даже при общении со старшими, они сказали, что с молодежью нам будет непросто. Молодежь играет так же, как и в предыдущем матче. Пас. Сохраняет мяч постоянно. Ну, здесь воротарь, кто забрал мяч. Заброс. Борьба. Много борьбы, конечно. Большого счета не будет в этой игре. Нельзя было воротарь убрать мяч руками, но могли расценить, как пас от своего. Поэтому он не будет. Широко играет команда. Молодежь же играющая. Хорошо. Отбор пошел. Гидал с играть. Все перекрыто. Перейдем. Ну, подключили воротаря к игре. Он ударил с дальнего расстояния. Воротарь сейчас мог под караулить и забить. С рук он имел право бить по воротам. Повороты были пусцы. Ну что, пока ничего не получается. Борьба за инициативу. Нет, нет, это не за первое место. Это еще четверть финала. Это какое место? Это не за место, Денис. Это просто игра? Это игра. Очередная игра. Вот удар. Первый удар. Нанесли воспитанники детской ученики. Спортивная школа. Нанесли казанские. Сильные обе команды, видно. Противостояние. Серьезно. Будет бить хорошо. Ударил издалека. А добить некому. Но мяч подхватили молодежь. Молодежь энергии бойцы. Хороший удар. Очень на воротарь справился. Снова перезванетаря играет. Попытался сыграть головой. Ну, здесь, конечно, все решать будут ошибки. Наверное, как и в любой игре, не было бы проигравших, если бы не было бы ошибок. Вот два в одного и не реализовали такой высот, два в одного и не забили, бывает. Дальний удар не дошел. Второй тайм начался. Ну что, в первом тайме команды сыграли ничью 1-1. Долгое время велам молодежь казанского поселения, но счет сравняли. Этот конец усилили давление. Ребята, и Иван, два воротарь, в дальние дистанции поразил ворота. Сейчас, конечно, пытался закричаться за ребят наших, за молодежи. Тут сейчас самое главное заставить бегать. Им очень тяжело было бы. Не давать разыгрывать мяч, это главная тактика. Бежать тяжело им очень. Все-таки возраст. Хорош, хорош. Продолжают давить. Они поняли слабое место. Сейчас шнурок завяжу сыну. Но 2-1 в конце. Все-таки молодежь одолела, одолела опыт. И ребята, Иван, Тимба, Дмитрий, Герецкий, Дмитрий, Дмитрий Шапкин обыграли старшего. Сейчас игра за первое место во второй подгруппе. Встречаются команды, которые не потерпели ни одного поражения. Это Космос Новониколаевская и команда ПУ-97, старшие ребята. Они две команды выставляли. И вот старшие сейчас будут с Космосом играть за первое место в подгруппе. Мяч ушел. Вводит Космос. Николай с мячом. Хорошее открывание на данный танго. Удар. Мимо ворот. Близки были, конечно, Космос. К забитому голу. Космос. Очень активно играют ребята в зеленых футболках. Перекрывают зоны быстро. Если ПУ не увеличит темп, то очень трудно им придется. Десятка принял мяч. Ну, индивидуальная борьба здесь будет сложной. Все команды. Ираки команды Космос. Ребята, атлетического сложения. Мощные. Один в один играть будет тяжело. Хороший удар. Поворотом. Но вина тоже. Ну, огрызнулись. Училище огрызнулось. Тоже, как бы показали, что могут атаковать. Долго, долго, долго передернул. Мяч сохранил. Свои команды. Через защиту сыграли. Айматы. Удар. И Аратар отразил. Хороший удар был. Кто может сказать, что ПУ играть достойно очень. Скоро. Несколько моментов было уже. Выход 2 в 1. И не реализовали тоже. Не смогли. Мы будем включаться по мере продвижения матча. Подходит Дмитрий Стимбан. Его удар. Паракар отразил. Пока ни одного забитого мяча. По одному удару сделали команды. К мячу уходит. Игрок ПУ. К мячу. Взберли. Взберли. Один-ноль. Второй удар. Взберли. 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 Изберли. Теперьślę, что он за команду ПУ сегодня так сложилось. Я с ним её заварил. Он говорит, ну здесь у меня есть игровая практика. А там я на лавочке когда соля сидел. Вот сейчас бьет Тёма левой ногой. Взберли. И так. По три удара выиграла команда. в детском кружке спортивной школы по пенальти. Все таки трудно очень было. Ребята прошли финал. Прошли с трудом, но прошли. Поздравляю друг друга. Молодцы. Детская и южная спортивная школа прошла. Второй полуфинал. Команда Космос, которая вышла с первого места во второй полугруппе, встречается с командой молодежи Казанского сельского поселения, которая вышла со второго места. Тоже матч обещает быть принципиальным. Можно сказать, эти соперники часто встречались в финалах различных соревнований района. И сейчас тоже будет очень важно, кто же выйдет в финал. Возможно, в финале встретятся опять команды, которые уже играли в подгруппе. Это в том случае, если выиграет команда Казанского поселения. Они играют в белых футболочках сегодня. Дальний удар. Хороший был дальний пас, но с приемом немножко. Шибко было. И второго тайма. 1-0. Упорная борьба идет, как и ожидалось. Во втором полуфинале. Сейчас к угловой вводит Новониколаевся. За малым. За малым сейчас. Нет, нет, не попал. Новониколаевску выпустили воротаря в водилу, который имеет право играть. Лучше играет ногами. Это сейчас нужно Новониколаевскам. Для того, чтобы сравнять счет. Перевести игру хотя бы в серию финальчик. Зимного это, конечно, очень шапкое преимущество. Адна! Адна! Все,кая пик! Очень много борьбы и очень мало футбола. Сумбурная игра. Сказывается, усталость, технические действия не такие четкие. Здесь уже важна подготовка спортивная, насколько игроки готовы физически. Классная толпа. В роли толпа был Максим Каркашов и Аут. Быстрый выход из обороны не получил снова Новониколаевцев. Все опять через вратаря. Зацепился Каркашов за мяч и ударил в дальний уровень на вратарь. Катерина. Ну вот не этот просто вынос мяча. Подарок для нашей команды. Катерина. Покажи! Покажи! Дальний гол в дальней дистанции, очень поставленный удар у игрока. Счет становится 2-0 и уже теперь поспокойнее. Итак, дошли мы до финала. Во втором полуфинале за четвертое место играли у нас ПУ и команда Новониколаевской. Новониколаевка уверенно взяла третье место со счетом 4-0. И сейчас финал. Эти команды уже на этом турнире встречались. Уже ребята как бы одержали победу над командой сельского поселения в станице Казанской. Казанско-сельского поселения. И вот сейчас еще раз они играют, но уже за первое место. Я не считаю этот матч такой стильно принципиальным, потому что, ну конечно, здесь можно сказать, что учителя играют против своих учеников. Многие тренера этих ребят играют. Зарабатывают угловой команды казанского поселения. И я буду снимать, пока не сядет батарея. Уже все это хватит. Ну а счет тогда напишу в комментариях. Кто занял первое место, пишу в комментариях. Ну и я не желаю, что я болею за молодых, как и в прошлой игре. Я не знаю, что это было тяжело. Сам будет бить, наверное. Мог бы Дмитрий Нерецкий сейчас подставить ногу. Он удар был стильный, конечно, это было сделать тяжело. Все, через пас. Мы его сохранили. Конечно, второй раз выступать. Наверное, команда противилась. Не хотела бы. Хотя я еще раз посмотрю. В хороший момент был. Оттака на оттаку. Угу. Верный удар, воротарь, потяну. Уголовый гроши в голову. Если. Продолжение следует...